Приветствую коллеги, это Тикмила Аналитикова и с вами я Артур Идиатурин. Товарные рынки перешли в пятницу в коррекцию, наиболее активно падает у нас серебро. Если мы посмотрим на график, то вот у нас получается 11 августа произошло резкое падение, падение на 15, даже на 16% получается, если вот посмотрим, на 16% чуть больше получается, даже на 17% у нас произошло снижение и обычно после такого падения, именно такой амплитуды, некоторое время сохраняется повышенная волатильность, это известное свойство движения цен на рынке, ну как бы рынок не сразу успокаивается, поэтому мы видим, что вот сегодня, несмотря на меньшее снижение, меньшую реакцию в других сырьевых, в другом сырье, в других драгметаллах, у нас серебро упало сегодня на более чем 2%, по золоту у нас также сохраняется сегодня давление, видим небольшое, постепенно он отыгрывает потери, уходит вверх, как мы с вами обсуждали в предыдущем видео, почему покупательский интерес к золоту остается повышенным, остается высоким, вы можете присмотреть мое предыдущее видео, чтобы ознакомиться с моей аргументацией. Значит, продажи на сырьевых рынках, в драгметаллах, в нефти, да, как мы сегодня видим, оно сопровождается сегодня вялыми достаточно покупками в доллары, которые вот болтаются около, получается, уровня открытия, мы с вами обозначили раньше вот такой вот диапазон, диапазон консолидации, с начала недели утверждал, что будет доллар оставаться в консолидации, как мы видим, да, действительно, вот здесь был тест снова практически уровня, это у нас уровень, 94 получается уровень, да, вот в этой области, попытались, да, вот бы их, как бы, анализать свое мнение, здесь не получилось это сделать, да, и вот он как бы остается в консолидации сегодня. В четверг, в ночь с четверга на пятницу у нас сильных возмещений информационной среды не произошло, по основным фронтам пока, по основным катализаторам, да, новостным у нас пока тишина, поэтому вот болтается у нас доллар в такой консолидации. Отмечу правду, что у нас замаячил на горизонте риск, пока еще незначительный риск, в плане вероятности, именно провала фискальной сделки в США. Вероятность этого события, она небольшая, но вот восприятие рынков, это вероятность еще меньше, есть такая вот беззаботность сейчас на рынке, есть такая, ну, почти уверенность, наверное, в том, что все-таки, ну, фискальная сделка, она как бы, как бы, сильной по поддержке, да, вот для экономики, получается, третий квартал она поддержит, вот это, собственно, нужно учитывать, да, то, что появляется вот такой вот риск, он основан на том, что вот за последние две недели, начиная с первого августа, получается, когда у нас истекли федеральные программы помощи, вот эти основные, значит, у нас были, вот ряд сообщений появлялся, что республиканцы с демократами, они пытаются договориться, они вроде пришли в компромисс, потом этот компромисс исчез, все то, что они вот какой-то прогресс получили, да, в своих переговорах, этот прогресс был аннулирован, снова они начали с нуля, вот такие вот перетягивания канатов происходят, непонятная ситуация с вот этой фискальной сделкой, никакой конкретики нет, а прошло уже две недели, как мы знаем, в США у нас сейчас из-за истекания вот этих, из-за истечения вот этих программ федеральной помощи сокращены были по словам безработицы 600 долларов в неделю до 200 долларов в неделю, уже две недели, получается, американцы безработные, да, кто не может выйти на работу, они сейчас получают 200 долларов в неделю, это значительное падение доходов, автоматически это значительное падение в потреблении, и чем дольше, получается, вот затягивается этот процесс переговорный, да, между республиканцами и демократами по поводу фискальной сделки, чем дольше это происходит, тем больше вот этот период сниженного потребления, да, риск возрастающий, падение потребительской уверенности, ну, потому что не происходит как бы никаких подвижек, да, со стороны государства в плане под новой помощи. Вот это все нужно как бы иметь в виду, и нужно понимать, что вот две недели, так вот, так как прошло уже неделю, никакого нет прогресса, постепенно вот этот риск появляется того, что фискальной сделки вообще не будет, как бы, да, есть такая, есть вероятность, или она как бы будет, но очень не то, что нужно будет рынком, не то, что может порадовать рынки. Значит, данные по пособию по безработице, которые вышли у нас вчера, в четверг, давайте посмотрим, значит, что произошло. У нас пособия по безработице, как видим, сократились, получается, на более чем 200 тысяч, это были первичные заявки на пособию по безработице. Существенное снижение произошло в длительных заявках на пособию по безработице, но вот здесь, да, стоит вот кое-что подметить. Вот такое вот резкое снижение в том, вот какой приток безработных, да, получается, ну, это приток новых безработных, как он, получается, меняется. Такое резкое снижение вот этого притока, оно обусловлено тем, что пособия по безработице снизились с 600 долларов до 200, да, и, естественно, стимул переходить в категорию безработного, стимул получать статус безработного, он, конечно, становится все меньше и меньше, потому что, ну, что там делать, получается, 200 долларов, естественно, как бы люди стараются держаться на работе, ищут работу, как бы, получается, это все у нас отражается в данных, это еще раз нам говорит о том, что вот с истечением вот этой программы, вывышенных пособий у нас данные, конкретные данные, они подтверждают эту тенденцию, что да, люди это чувствуют, и люди стараются искать работу, или люди стараются не терять работу, не уходить в статус безработных. Сегодня, в сегодняшних данных, немного у нас разочаровали данные по Китаю, давайте посмотрим, значит, что произошло. Промышленное производство за июль в годовом выражении, оно у нас выросло на 4,8%, вот такой у нас был прогноз, получается, в 5,1%. Это есть у нас китайский сигнал того, что восстановление замедляется, не только в США, но этот импульс восстановления замедляется, и в Азии, получается, в крупнейшей экономике. Не смогли порадовать розничные продажи, они снижаются четвертый или пятый месяц подряд, даже больше, по-моему, они снижаются, вот отрицательные значения у нас появляются каждый, получается, месяц, ну, начиная прямо вот с китайского, с лунного нового года. На фоне вот слабого внешнего спроса, конечно, на розничные продажи возлагает очень много надежд, что вот внутреннее потребление как-то сможет стимулировать экономику, стимулировать рост, но этого не происходит. Сократились, как мы видим, они у нас на 1,1%. Прогноз был гораздо более позитивный, был прогноз вот небольшого роста. Это, конечно, тоже негативный, очень большой сюрприз, который сегодня рынки существенно отрезвел, поэтому мы и на товарных рынках видим такую реакцию, да, потому что товарные рынки все равно подвязаны на китайский спрос, на промышленный спрос со стороны промышленности, со стороны производства, да, Китая. Как бы товарные рынки не подвязаны, поэтому мы видим вот такую негативную реакцию. Ну и в целом, да, как бы, вот китайские данные, они отрезвили рынок, что мы, как бы, можем видеть сегодня вот из динамики европейских акций, европейских фондов индексов. Сегодня перемещаемся к событиям, к отчетам, которые мы ожидаем, да, о чем нас стоит поговорить. Значит, очень важные, чрезвычайно важные новости сегодня есть для доллара. Это у нас розничные продажи, сейчас я их на это, это у нас розничные продажи, месячные, вот здесь выражения получаются, месячные выражения, как они изменились, в июле. И потребительская уверенность, данные по потребительским настроениям, инфляционные ждания от университета Мичигана. Вот они вот здесь. Что стоит о них сказать? Значит, данные по, почему важны данные по розничным продажам? Они имеют свойство, не свойство, они имеют потенциал именно сейчас скорректировать ожидания рынков по фискальной сделке. Значит, за прошлую неделю, в прошлую неделю у нас были данные по безработице, по созданию рабочих мест, вот отчет Non-Farm Payrolls, да. Значит, указал он, что у нас отскок в экономике, после локдаунов, из-за фискальной поддержки со стороны правительства, он у нас, оказывается, ну, растягивал, смог растянуться на июль. И, естественно, это автоматически для розничных продаж тоже подготавливает почву, ну, в плане хороших, в плане хорошего показателя, в плане того, что они показывают хороший рост также в июле, у нас вот, мы видим, в месячном выражении, предполагают, что концентрический прогноз составляет 1,9%. Значит, можно предполагать более определенную реакцию доллара на розничные продажи, сейчас очень важный момент, вот можно предполагать, что доллар определенно отреагирует на розничные продажи, если в них будет негативное отклонение, если тут будет меньшее значение, чем ожидалось, ну, вот, в основном, существенно меньшее значение, чем вот ожидается вот здесь, меньше, чем 1,9%. Почему? Потому что у нас есть фискальная сделка, у нас есть переговоры по фискальной сделке, и люди, и переговорщики, республиканцы, демократы, которые ориентируются, которые, ну, ведут переговоры, пытаются найти компромисс, пытаются договориться, естественно, они ориентируются на экономические данные. Что происходит с экономикой? Какой нужен размер помощи, да, вот, выделить опять, куда это нужно направить и так далее. Вот эти все моменты, они, вот, опорой этих моментов в обсуждении являются конкретные экономические данные, конкретные показатели. И потребительские расходы – это один из самых важных показателей, естественно, будет. Вот, поэтому к нему вот приковано, во-первых, такое большое внимание. Во-вторых, негативное отклонение, оно вот вызовет, усилит давление на переговорочках в плане того, что действительно, и будет восстановление, замедляется, нужно что-то делать, нужно предпринимать какие-то усилия. И, как бы, идея должна это подтолкнуть их, вот, найти общую точку соприкосновения, прийти к тому, что нужно больше оказать поддержки, быстрее найти компромисс. Это вот в пользу того, что фискальная сделка, она все-таки, ну, мы, как бы, окажемся к этой фискальной сделке ближе, рынки окажутся к этой фискальной сделке, получается, ближе. Вот, это вот плюс негативных данных, получается, плюс негативных серпризов розничных продаж. Это будет стимулировать с переговорочек, и все-таки быстрее что-то сделать, чтобы помочь экономике. Вот, если же все-таки у нас будет позитивный серприз, и значение у кого-то уровня, то вот, опять-таки, это перетягивание каната, оттягивание этого процесса переговоров, оно у нас продолжится, поэтому у нас, скорее всего, реакция никакая будет на позитивный небольшой серприз, либо вот на значение, которое вот, но не сильно будет отличаться, получается, от показателя. Для других активов, для фондовых индексов, для золота, да, слабая статистика, конечно, это же риск он, да, это спрос на риск на фондовых рынках, для фондовых индексов. Ну, почему? Потому что фискальная сделка равно помощи, равно стимулированию, значит, можно расти, да, вот такая вот простая логика действий, нужно вот, ну, держать в голове, да, вот такую вот, вроде простые взаимосвязи, ну, вот они, да, естественно, рабочие сейчас. Так, дальше у нас, Мичиган, значит, потребительские ожидания от университета Мичиган, да, что стоит здесь отметить? Они могут сегодня дать подножку доллару, каким-то образом это может произойти. Значит, важным, самым важным моментом, компонентом вот этих, вот этих ожиданий, вот этих данных по потребительским ожиданиям, да, по ожиданиям их будущего, по оценке текущей, получается, вот ситуации, самым важным компонентом из вот этих данных, это, конечно же, инфляционное ожидание населения. Почему? Потому что вот у нас, вот у нас, значит, рецессия, да, вот всем, она отмечена, это у нас, вот, 2020 год видно, вот у нас снижение, снижение, снижение инфляционных ожиданий, ну, что население думает об инфляции в будущем. Они считают, что инфляция замедляется, замедляется, и вот такой вот здесь взрыв происходит, взрыв вот этих инфляционных ожиданий. Почему это важно? У нас, как мы знаем, есть реальная доходность, это тот элемент, на котором подвязан, будем так говорить, весь рынок фиксированной доходности. Облигации, рынок, трежерис, да, получается. И, естественно, доходность, которую получают инвесторы по данным бумагам, по данным инструментам, ее нужно корректировать на реальную доходность. Нужно корректировать на уровень инфляции. Почему? Ну, потому что, как бы, интересно получить доходность в реальных товарах, да, как бы увеличить свою доходность на капитал, да, именно в реальных товарах, а не в каком-то номинальном выражении. Вот. И поэтому большое значение приобретает не просто номинальная доходность по каким-то инструментам, а именно реальная доходность. И реальная доходность у нас как раз-таки рассчитывается по формуле номинальная доходность минус инфляционное ожидание. Вот. И, собственно, мы как бы приходим к такому выводу, да, логично, что если у нас инфляционные ожидания растут, и если у нас есть тенденция ожидать, что инфляционные ожидания будут и дальше расти, это означает негативную тенденцию в реальной доходности. Как мы помним, у нас очень чувствительна к реальной доходности. Золото, доллар у нас чувствительна к этой истории с реальной доходностью. Нужно понимать, что это очень важный показатель привлекательности американских активов, американских инструментов, имеющих фиксированную доходность, то есть облигации. Они очень чувствительны, получается, к инфляционным ожиданиям, к тому, как изменится инфляция, как ждут, как изменится инфляция, получается. Естественно, спрос на эти бумаги формируется также и со стороны инвесторов из-за рубежа, и автоматически это означает чувствительность к доллару, да, получается. Потому что, ну, чтобы вложиться в американские инструменты, в долговые бумаги какие-то, нам нужно сначала приобрести, собственно, доллар для того, чтобы купить, да, эти бумаги, или вложить в соответствующие, там, ETF, там, фонные, да, соответствующие. Ну, это также, опять же, спрос на доллар, мы опять же к этому приходим. Вот, собственно, поэтому у нас и доллар, и долговые инструменты какие-то, да, вот, рынок трежерис, казначейские облигации, они очень сильно зависят от того, как изменяется реальная доходность, как изменяется ожидание по тому, как будет меняться реальная доходность. И как раз-таки вот этот показатель инфляционных ожиданий может вот эту историю, в истории реальной доходности, вот какие-то сдвиги, да, организовать, которые мы можем видеть. Поэтому на этих данных стоит сегодня сосредоточиться. Если у нас будет рост инфляционных ожиданий, что это, это будет говорить о том, что реальная доходность, ожидание реальной доходности, точнее, реальная доходность, да, получится, она будет дальше снижаться. Снижается реальная доходность, соответственно, сразу же падает спрос на долговые инструменты, падает спрос на доллар и растет, как мы уже знаем, как мы уже обсуждали в прошлом видео, растет спрос на зол. Вот, это все, что я вам сегодня хотел рассказать, если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, если есть какие-то дельные мысли, также делитесь со мной, с остальными, со всеми, также делать в комментариях. Если вам понравилось это видео, вы можете облагодарить меня, поставив лайк. На сегодня все, спасибо за большое внимание, увидимся в понедельник.